добрый день дорогие друзья сегодня у нас будет совместный эфир с максом шовцовым мы обсудим ситуацию с коронавирусом потому что он им переболел я думаю всем будет интересно поделимся своим личным опытом и вообще что это происходит с этой пандемией приветствую тебя макс привет привет да нормально все слышно видно да да давно мы с тобой ничего нет не делали не говори как ты вообще как здоровье нормально да просто кто не знает макс у нас тоже недавно переболел коронавирусом я сейчас болею сижу на самоизоляции дома но у меня в такой более-менее легкой форме проходит у макс все было гораздо сложнее в реанимации 70 дней до красной зоне поделись своим горьким опытом потом я наверно скажу пару слов как у меня проходит это все дело а потом просто мне кажется важно будет обсудить что вокруг этого происходит что я могу сказать наблюдаю в социальных сетях сейчас идет битва ковид-диссидентах так называемых и ковида бесов грубо говоря тех кто верит что это есть и те кто отрицает что этого нет ну или думать что это как бы преувеличено как наш друг на своем ковид-диссидентах так далее по любому скоро поймет о чем мы с тобой говорили что советовали это же дело времени ты же понимаешь да заражение идет заболеет скорее всего все переболеют как они переболеют это зависит все не только от индивидуальной особенности организма человека ну и как он отнесется к сам к этому заболеванию я так считаю что вы что хочу сказать к сожалению коронавирус есть он убивает он заражает огромную массу людей сожалению этим пользуются всевозможные барыги политики все циничные люди вот это все приносит горе все это приносит огромные неудобства совершенно ясно что мир из-за этой заразы поменялся пришли иные алгоритмы управление алгоритмы действия опять же всякие блокировки локдауна и прочее вот это нездоровая ерунда но я думаю что все это слишком долго не будет продеваться в любом случае наука у нас шагнула вперед мировая я думаю что нету таких заинтересованных лиц которые действительно желают чтобы все весь земной шар вымер нафиг поэтому нормальных людей все таки больше и нормальных ученых которые все таки разработают действенное лекарство которое будет спасать всех людей которые заболели этим к видом 19 ну вот ты понимаешь вот как мой опыт показывать я вообще случайно понял что я болею к видам то есть в том числе и ты настоял то чтобы я делал тест я не чувствовал никаких особых недомоганий так когда тяжесть в голове была странная помнишь с тобой делился ты еще говорил сделай тест я думал ну какие тесты температуры нет там кашля но ничего нет какие-то вот до симптомов и по симптоматике когда пропало обоняние я вот тогда решил сделать тест денег стоит и вообще думаю зачем мне делать и вот приехали взяли кровь провели это тестирование и вот оказалось что у меня этот к вид причем этот к вид уже был как она мне сказала по антителам она понимает что я уже 7-10 дней болею что организм вырабатывает эти антитела в нормальном режиме что не надо не пить никакие лекарства дополнительного там кровь разжижающие эти витамины и вот много какой-то там чая там всего в общем как обычно вот полет все в поторве от гриппа из как бы вот я с ней тоже разговаривал ты понимаешь процентов 80-90 вот полеют вот так бессимптомно а вот эти процентов 10 дают очень серьезное осложнение но это говорит в том что те которые работают бессимптомно болеют они ходят и заражают соответственно как бы вот тех которые могут тяжело это делать переболеть это что ты правильно сказал в любом случае переболеет все рано или поздно да и как бы никуда уже никого не минует чаши сия и вот хотелось бы наверно посоветовать своим опытом поделиться я сейчас в двух словах скажу что действительно нужны эти кровь разжижающие пить как проблема в чем с этим коронавирусом очень кровь сгущает и как бы сильно перегружает сосуды если у вас слабые сосуды в голове у вас не знаю голова будет болеть там инсульт может толпануть если у вас там сердечные какие-то слабые сосуды там дату сердцем будут осложнение если в легких то в легких то есть нагрузит то есть сосуды за того что кровь сгущается как бы проблемы начинаются с сосудами соответственно в том органе где эти сосуды находятся почки могут сказать все что угодно да там у диабетиков очень тяжело протекает дело заболевания поэтому если хоть и даже малейшее недомогание можно в качестве профилактики сейчас сезон тут идет до этой эпидемии просто эти кровь разжижающие пика профилактики да и витамины базовый укрепляющий иммунитет потому что но спастись мне кажется так чтобы не переболеть ну вряд ли получится то есть либо весной переболеть либо сейчас переболеет и зимой переболеет это как грипп никого не минует чаши сия пока коллективный иммунитет не выработается в обществе у нас до тех пор этот вирус будет гулять и дай бог чтобы нам второй не запустили гораздо гораздо более сложный вот там сейчас мы уже дашь наверно с тобой марта обсудим мне еще хотелось бы сказать по ситуации в южной осетии у нас сейчас очень тяжелая ситуация мы с тобой сейчас все это разберем потому что по максимуму мы должны дать не только оценку но и порекомендовать людям как им действовать потому что со стороны государства со стороны компетентных органов я не вижу вот знаешь действительно правильных каких-то ри рецептур как действовать при том или ином случае вот ты правильно первичные как бы механизмы рассказала я хочу сказать людям что как только вы почувствуете малейшее недомогание вот малейшее орви простуда там расхвозила вас там под кондиционером полежали там холодной воде ноги намочили как только вы почувствовали какое-то недомогание сразу вы не думаете что это орви не думайте что это банальный грипп я вас уверяю что может это и орви но это будет течение двух дней всего каждое вот это заболевание небольшая болячка она открывает двери к виду 19 который я уверен сейчас находится в организме каждого из нас да и люди которые которые которым свыше 30 лет должны понимать что организм уже не не здоровы как при как юности в детстве то в любом случае какие начинают какие-то возникли возникать хронические заболевания и вот тут надо действовать как алан как говорит алан кроворазжижающий это скорее всего и есть основа залог дальнейшего здоровья вашего прежде всего вот кровь препараты которые разжижают кровь не дадут перейти в фазы с легкой фазы перейти в фазу осложни поэтому пейте кроворазжижащие обязательно пейте витамин c вот в осенне зимний период и весенний витамин d обязательно пейте что еще у кого есть медвежий жир ешьте медвежий жир у кого есть фейхуа перемалывать ее с медом я так делаю и по одной ложке по 2 тоже не это понимает да если человек в течение семи дней вот как алан сказал что судя по антителам которые вырабатывались врач сказал что семь дней у него был уже коронавирус в организме то хочу еще сказать вот по моим наблюдениям точнее моей моей супруге которая занималась лечением моим лечением лечением тещи лечением моей мамы отца вот по ее наблюдениям в течение пяти седьми дней если человек сам не переболеет и есть у него начинает развиваться температура малейшая 37-32 вы сразу находите знакомого врача узнавать у друзей тоже такого какого-нибудь нормального врача консультируйтесь я к чему говорю что придется принимать антибиотики но антибиотики надо принимать по рекомендациям врача понимаете мы от салана можем сказать какие антибиотики надо колоть но опять же это надо смотреть по вашим каким-то хроническим заболеваниям да поэтому тут надо быть как бы очень осторожным потому что случаев когда допустим человек заболел корона умер от остановки сердца это тоже самое может неправильно прописали антибиотики может пошли осложнения да все что угодно может опять же у кого-то почки больно у кого-то как алан говорит инсульт возможен тоже все в этом к вид в том-то и дело это такая подлючая штука которая может выплыть откуда угодно вот и алану почему говорил алан там надо сделать это надо сделать то алан говорит они это все пройдет я еще раз хочу сказать как вид это очень коварная штука она переносится не так тяжко ну какой-то дискомфорт но мы-то не люди русские уже привыкли раз у нас сильно не болит если жить с этим можно то переболит и бросить но вот этот к вид он долбит 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 потихонечку а вот он резко бац и наступает ухудшение реально человек задыхается либо отрывается тромб либо устанавливается сердце либо в легких отрывается тромб и человек захлебывается кровью все что угодно вот чему да и пусть эта легкая форма тоже не смущает вас потому что у вас может да там кто сейчас нас слушает или будет слушать проект протекает легкой форме можно рукой отмахнуться но рядом с вами есть старики да пожилые люди или люди с какими-то хроническими заболеваниями вы вот так просто как бы не сознательно подойдя к этому делу можете их заразить да и они там тяжелой форме заболеют а может даже и умрут потому что смертность если психонических заболеваниях и неправильном лечении потому что еще раз подчеркнуть хочу с этими кроворазжижающими я же говорю о том в прошлом видео нашем говорил еще раз повторю меня вдруг вызвал спору не дико болела голова и он-то связывал с давлением давление это он пил таблетки от давления как он обычно пьет ничего не помогало и вот приехали врачи но они как-то быстро видать сориентировались поняли что это ковид у него или что-то они вкололи ему кровь разжижающей взяли анализ и не оказалось что у него ковид был никаких других признаков не было просто дикая головная боль объяснили вот кровь сгущается и поэтому вот сосуды забились голове и как бы из пяти минут чуть инсульт не получил поэтому друзья мои для профилактики ничем не страшного нет это не чума там если грамотно подходить к этому вопросу то я думаю можно легко обойтись но главное вот правильно макс сказал не упустить вот тот момент когда он переходит в острую фазу если вы пьете кровь разжижаешь какие-то витамины да как-то иммунитет поддерживаете то она может легкой фазе пройти но как только пошла температура любое осложнение сразу же сдавайте кровь к ты делаете потом очень быстро так как скучка идет за день можно сгореть там за 2 да там воспаление легких отек и до свидания вот с максом лежали но товарищи умерли я хочу сказать что вот я проморгал где-то двое суток вот я проморгал я не употребляла кроворазжижающие значок и я про фунь кого два дня мне температура на третий день жена горит все сорожки вызвала скорую помощь и все вот за эти два дня у меня развилась двухсторонняя пневмония по выписке когда мне уже ну не полностью здорово но из-за того что мест не хватало я выписался уже как динамика у меня положительная была и я сделал кт через неделю мне 14 процентов оказалось еще поражены легкие ну плюс фиброз это говорит о том что мне минимум где-то было 30 процентов изначально поражены легкие минимум а то и больше не больше 50 вот это произошло в течение даже не двое суток я думаю пневмония развилась за сутки и я почувствовал эту пневмонию почувствовал я машину мыл и я реально как начал потеть а уже это понятно это уже самый основной призрак признак внимания когда при минимальных как бы физических нагрузках ты потеешь ну вода льется просто как какого-то жирного блин дикого кабана вот поэтому я говорю она развивается стремительно и также стремительно влияет на организм ухудшает у меня был в палате да да я вот тут просто спрашиваю какие вертикров разжижающие лекарства вам назначили но я вам честно говоря не буду вам советовать ничего да никаких лекарств это вы уже сами нет я могу там есть внутримышечные есть где таблеток я пил в виде таблеток клексан он серьезный я не знаю мне кололи в больнице замена была тромбоаз тромбоаз он дешевый и по 50 миллиграмм в профилактических целях каждый вечер можно но при этом надо пробиотики какие-то потому что вот эти тромбоаз он действует на желудок надо обязательно после еды есть ну после ужина допустим и обязательно сверху закидывать пробиотик чтобы не посадить желудок и опять же при употреблениях антибиотиков надо по-любому пить пробиотики то есть курс лечения я хочу сказать будет большим если человек даже заболеет в легкой форме этим к виду ну да дешево сейчас вот у меня дешево много болеет очень много болеет очень много в тяжелой форме дело в том что республика на карантине было все это время пока 10 летом все-таки некий иммунитет выработался да и очень много сейчас в легкой форме очень все болеют и в тяжелой именно форме и лекарства не хватает и ну как бы и дорого там то есть градусник стоил обычный термометр тут на 50 рублей сейчас там 250-300 стоит но у нас это везде да но везде то есть резко подскочили как я не говорю что именно в южной осетии везде цены подняли нашим мэн и на этом нашим зарешили и говорит вот женщина говорит соседка кредит взяла 25 тысяч купила лекарств кредит беру чтобы лекарства ну а жить-то хочется человеку он и 50 тысяч 100 и 150 да у меня тоже на лекарстве настолько же улетело а у меня ты думаешь если бы не вы не собрали бы деньги были но ты же помнишь да ситуацию я теща мать и отец сразу заболевают и денег нету блин тоже все работали таких текущие расходы а супруга моя приходит говорит максим наверное буду кредит брать потому что мы не потянем игры подожди я сейчас ребят попрошу и вы как накидали реально и реально это и помогло только свыше 120 тысяч нам обошлось это лечение это не шутки потому что я например да я по идее я думал что меня на счет контролирует я сдал анализы не показывает ковид я звоню врачу говорю вот я показал вид мне дальше что делать позвоните у вас есть какие-то знакомые врачи у них спросить слушай это хорошо мне знакомые кто мне курс ученик назначал мои знакомые я им там скан копию по ватсапу отправил они посмотрели на меня там три-четыре три-четыре места отправил в среднем посмотрел программу понимаешь а оказывается но людей это выделяет статистические данные я попал как ковид больной да там вот лечение а по факту вот занимайтесь самолечением дорогие я попал в больницу мне сразу сказали вы извините но у нас лекарств нет поэтому придется хотите вы или нет но придется покупать за свои деньги лекарств и все кто лежал они сказали ну а чё ну куда деваться а все же понимали увидели когда первые трупы реально обмотаны вот этим скотчем черный полиэтиленовый но человеческие фигуры обмотаны скотчем все уже поняли что тут не шутка и что хрипящие в агонии люди под эвелом а это было напротив моей палаты понимаешь и все мысли всех одна это не шутки во первых во вторых люди от этого умирают в третьих дает очень серьезное осложнение и в четвертых блин без лекарств выжить невозможно без антибиотиков поэтому хочешь ты или не хочешь ты вынужден это все дело но это в государственной больнице я говорю поэтому тут без вариантов чтобы они не говорили в ростате или правительстве что есть выделяется это делить надо на 100 кому-то может выделяться но мне не выделялось и тебе не выделялось вот и за из этого мы можем поставить общую температуру нашего российскому здравоохранения все очень просто ну конечно то есть ты хочешь получить быстро анализа должен сдавать за деньги а у нас как сделали тесты во первых у нас не было какого кт то есть аппарат у нас был а специалистов не было то есть не делали кт но потом буквально когда пошел вал у нас кт открыли и ценник был три с половиной еще нормально вот у вас изнар 5000 ставрополе 4000 у нас три с половиной но людей такой объем был которые ходили туда что в итоге ценник чуть-чуть поднялся но и цены выросли на тест вот эти к видны потому что когда люди увидим я попал в приемный покой соответственно когда его когда люди поняли что пошел пошел вал вот эта инфекция по городу а городок же небольшой 60 тысяч все быстро разлетаться и люди что делать они вот этих ужасов наслушались в интернете что надо сначала узнать ковид а потом уже лечиться а вдруг не к виду не надо лечиться и они помчались сдавать тесты тебе как сказал алан ты не 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 надо тебе кт проходить я тебе и так могу сказать по признакам что у тебя ковид тебе надо лечить все а лечиться ты только можешь узнать у врачей которые индивидуально тебе скажут надо так 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 но через знакомых а люди наоборот пошли ну чтобы узнать если не к вид что потом лечиться уже то есть конца начинает заниматься и все равно и ценник растет и понимаешь для меня дико было что но простые горожане которые ему нету таких денег понимаешь чтобы в легкую там расставаться с тысячи там полутора тысяч за тест и потом вот сколько тебе обошлось на человека лечение вот так вот математика вот ты получается теща тесть на человека в среднем вам сколько обошлось 30 тысяч в среднем на каждого только лекарства только лекарства анализы на проводили бесплатно из-за того что мы уже были в к видном блоке они хочешь не хочешь они забирали тесты у нас они права смотрели на них опять же общий анализ крови то есть больница это все бесплатно но наружу конечно это все стоило платная и когда человек идет с конца то есть кт берем 4000 среднем анализ на к вид 1200 это уже дает и так 5200 опять же кт может быть и не быть в другом городе наша оптимизация прошла у нас вокруг буденовска как бы есть города но там как то нет нет надо переезжать это бензин понимаешь опять же люди ездили ну едут могут на автобусах ехать понимаешь опять же заражать людей ну то есть по кругу там выходит действительно опять же и ты в серьезной форме у нас допустим пневмонии двухсторонний я встречал людей которые лечились дома реально в поликлинику прихожу стоит бабуля 70 ну лет я говорю ну там начинается завязываться разговор она горит я вот болела пневмония я в больнице на нет больницу мне не взяли потому что не было я говорит выкинула себя и мужа я говорю а как вы выкинули при ковид на двухсторонний пневмонии она говорит ну нет прописали вот этот протокол и по протоколу колола лечила мы мы выскочили но если честно говорит я думала что мы умрем нафиг муж говорит а вообще на соплях висела я говорит его и выкинула и себя уйти но таких случаев много кстати вот по моему городу которая дома лечит двухстороннюю пневмонию напомню при советском союзе не допускалось лечение двухсторонней пневмонии в домашних условиях потому что шансов не получить такие серьезные ослаждения было очень много система здравоохранения которая сейчас разрушена на самом деле это эпидемия проблема только потому что разрушена система здравоохранения как система систему разрушили теперь в пожарном режиме здесь его курс решает вот тут ковид 19 если ковид 19 да что говорит спрашивают как если так мог как уберечь детей но детям это не особо опасно до 30 лет нет 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 детям не опасно я думаю у меня дети тоже сутки по температуре или все прошло не я думаю нет а вот к вид 19 действительно обнажил вот эту всю суть нынешней ситуации в стране здравоохранением вот эта оптимизация многолетняя которая происходила она показала что у нас здравоохранение наше народное массово убит то из-за этого наши старики сегодня умирают и умирает реально очень много по статистике конечно их не показа кто-то умирает по естественным причинам кто-то умирает от инфаркта кто-то умирает от инсульта это все ботва к вид включает к виду каждого включат вот эту функцию развития хронических заболеваний то есть дает старт по усиленной они загибаются я я реально видел что каждый день умирает старик вот когда я находился в к вид на блоке я видел каждый день чтоб 65 70 80 лет люди умирают как мухи вот это действительно так оно есть моей палате вот четырехместных было 10 человек которые через меня прошло с кем я знакомился из них три человека умер я описал помнишь после когда зашел и первый день там сосед мой был с пятого этажа и я уже увидел что ну там очень дело труба и я тогда в интернете написал говорю прикиньте зашел а тут сосед мой или это лежит со мной он уже не в себе через четыре дня он его отвезли на ивл подключили а ивл это грубо говоря сладкая смерть то есть человека вводят грубо в глубокую кому потом привозят передвижной рентген снимать если легкий съел к вид его отключают все он умирает он не чувствует вот для этого ивл 9 человек из 10 умирают да ивл это уже все практически трудно вот вопрос задаю короче вы говорите на что сейчас людей подбиваете сдавать тесты на ковид вы неправильно вас понимаете мы ни на что никого не подбиваем опытом переболел очень тяжелых пор я сейчас полею дома на себя в итальянском меня в лёгкой и как бы мы опытом делимся это ваше личное дело можете не сдавать но если будете сдавать давайте мы делимся своим опытом почему потому что дом вы может легко пронеси игру 90 но остальные 10 можно там своих родителей убить там бабушку дедушку еще каких-то пожилых людей если вам все равно то ничего конечно не сдавать а если как бы не все равно но как-то более ответственно подходить вот спрашивают температура температура 37 бывает очень маленькая может и бывает разная температура будет подниматься с 37 до 39 если не обращать на это внимание то с 37 она поднимется до 39 панта ну в пантологином она сбивается парацетамолом она тоже разбивается я к тому говорю что к вид очень опасно коварная болезнь она переносится хорошо она она идет 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 просто человек неделю болеет он чувствует слабость какая-то вялась апатия обоняние пропало плохо спать на ну начал человеком понос единичный случай пошли понимали но человек был дальние это не ковид это простое рви и мы с аланом говорим что рви она в лучшем случае вас два дня продержится это начальный этап потом всякие вот эти респираторные заболевания наши обычно не открывает брешь для ковида ковид заскакит вам в организме уже не рви а это уже к вид там бушует и вот этот к вид включает какие-то потаенные механизмы на развитие через загустение крови либо будет двухсторонняя пневмония либо стремительно развиваться сахарный диабет который бьет по всей по всем сосудам организм понимать вот чем опасно а делать там это не делать это не обязательно мы сами почувствуете вот малейшее недомогание если в течение семи дней она не проходит вы уже знать что у вас к вид и что если пошла температура надо уже обращаться к врачу в самом срочном порядке и уже начинает лечиться антибиотиками антибиотик только убивает вот эту фигню блин только о ничего иное там не марганец не горчичники не водка там с медом или еще какая-то фигня она не убьет вот эту заразу которая поселилась у вас вот меня убивали конечно вот этим курсом антибиотиков за пять дней они убили как они сделали фиг его знают опять же я понимаю что механизм и еще не ясно понятны всеми врачами как бороться с этим к видам какие средства эффективны для его уничтожения и безвредный для человеческого организма может через год придут все врачи но сегодня я вижу из-за развала из-за оптимизации российского здравоохранения наши власти пошли по пути наименьшего напряжения то есть они в авральном порядке хотят сделать массовую как она сказать какого массовую его не вакцинацию а если куча если много народа переболеет сразу по уже никто не заболеет да я вот-вот-вот единый иммунитет вот поэтому пути наше правительство и пошло ну а а если уже отталкиваться более там какие-то верха я конечно думаю что сейчас задача номер один у всех у всех государств мира управители это конечно вакцинация я лично на вакцинацию не подписался лично я про себя делал бы я например себе вакцину на сегодняшний день во-первых она не уже не нужна мне антитела есть даже если бы не было я бы наверное бы не делал я объясню почему потому что у меня с друзьями общался которые профессионально занимаются всей этой историей играли разработку качественной вакцины уходит в среднем 4-5 лет но горит очень сильно постараться можно сделать за три года на два с половиной 3 сильно напряжься очень но сделать вакцину полноценную за три месяца это в принципе невозможно потому что испытание идут на животных и клинические испытания это все долго это все целая процедура идет ускорить процесс можно только за счет потери качества поэтому ну делать не делать я вот переболел у меня теперь уже есть эти тела я в принципе не обязан делать себе эту вакцину просто зная как работать по главе всего стоят не здоровье граждан денег бизнес то есть это все бизнес на этом все зарабатывают мы это видим градусник 50 рублей стал стоит 300 рублей это в шесть раз подорожало понимаете кто за следить где этот антимонопольный комитет почему лекарство я поехал я поехал ангидазу брать это для рассасывания вот этих всяких фиброзов такое эффективное лекарство я приехал я приехал в аптеку там цена одна была ну я там часть взял на следующий день рост в 1000 рублей был вот этот аптекарь которая меня обслуживала девочка она залезла говорит во первых у нас нету ангидаза а во-вторых уже закупочная цена говорит на 1000 рублей поднялась то есть было там полторы тысячи рублей а закупочная цена на следующий день стала две с половиной тысячи это месяц назад было она говорит были на как героин начала стоить ну реально а они шин оценку будут делать каждой аптекой тут возникает действительно вопрос а где у нас антимонопольная служба а где у нас правоохранительные органы а где у нас там органы госбезопасности кто у нас расшатывать ситуацию алан мамеев или максим шуток или вот эти все барыг которые на горе людском себя бабло робят граждане иностранных государствам которые почему-то занимают руководящие позиции бизнес позиции в россии вот кто такие два репресса большой боярное время за такие вещи расстреливали понимаешь это же ношу воды саботаж что значит зарабатывать на без того небогатых людей так что вот такая вот дорогие друзья непонятная ситуация у нас в принципе вот там вопросы были по поводу там искусства не искусство происхождения мое мнение субъективное вот есть я просто разговариваю еще раз скажу такой комбинат из политологов известного выпустил программ там порядка 15 так называть спецоперация коронавирус чтобы я не был голословным можете посмотреть там от нескольких хоть одну из них там подробно разбирает кто где в каких лабораториях людей которые занимались разработкой вот этих всех вещей и смысл заключается там если в сухом остатке брать что взяли обычно там гриб и туда короче склеили его с вирусом человека свечу окида белковые соединения там все это подробно разбирают терминологии но суть в том что эта штука должна бить по иммунитету заметил макс не взяли часть отвечать от гриппа как транспортировка попадала в организме и вот они таким образом опускают иммунитет и все это уже заметили и самая страшная будет конечно что это только первый так скажем незваный гость пробный камень ну как бы если как бы опять же сейчас никого не хочется пугать выражаясь субъективно свою точку зрения но по боевому применению бактериологического оружия методически смотреть но волны применяется то есть первая волна она как бы подготавливает организм уже вторая третья волна уже другие вирусы но я скорее всего думаю что будет горячая фаза им надо оружие вкинуть вот в этой ситуации да вот например да вот гипотемическим сейчас рассматриваем происходит боевое применение бактериологического вещества да вот пример там же военные занимаются министерство обороны по кому стрелять ядерными ракетами кого-то мы не парматом с арматом пасит кого гулять взяли ребята в лаборатории что-то склеили вот так вот сделали применили вот мы прошлый раз начали дальше стали да кто этому что это ваш конспирологический 2 конспиролога что-то конспиролог уже очень что Владимир Владимирович постоянно в бункере где-то сидит на вечной самоизоляции как то есть серьезно опасается руководство если бы была хорошая прививка была ли хорошие какие-то средства наверное он как-то по-другому себя вел тоже надо косвенный признак того что что-то странное происходит мы опять же заметь вот этот герцог муж елизаветы второй в том в самом начале заболел официально было коммунике великобритании через три дня он выздоровел а мужику на минуточку 82 года за три дня выздоровел это соответственно и лиза бабушка тоже болела потому что там заразность высочайшего уровня особенно для пожилых людей ну соответственно за три дня выздороветь ну я тоже схожу что это только искусственное происхождение если логически вот так думать а то что дядя вова конечно в бункере засел уже все миссов сидит не вылазит это говорит о том что он действительно осознает что угроза для его жизни и здоровья ну очень большая только так можно подумать если бы это было природного там происхождение я больше чем уверен что врачи бы конечно эту задачу решили а вот эти все гибридные варианты гены с генной инженерии там опять же это действительно так серьезная задача и чтобы расколопать конечно надо затратить масса времени массу ресурсов провести кучу опытов и только тогда может быть блин возникнет решение по мини минимизации вот этих к видных заболеваний но сейчас пока мы видим другое что люди вы умирает что зараза у нас полыхает по всей россии что наше здравоохранение под руководством всяких там голиковых или мурашков абсолютно не готовы они нас посадили на карантин весной четыре месяца у них было четыре месяца за четыре месяца не могли заключить договора с частными клиниками резервировать там военных врачей в отставке врачей коечный актив расширить нарастить склады с антибиотиками с другими лекарственными средствами которые помогают при ковиде но в августе месяце когда я попал в ковид блок я конечно понял что осень и зимой будет полная жопа поэтому люди добрые вы не думайте что мы вас пугаем но мы даже не прошли час пик по этому к виду самая жопа будет декабре и скорее всего январе только потом пойдет потихоньку спать сейчас у нас идет рост и рост неудержимый скорее всего локдаун дядя вова путин будет вынужден все-таки объявить иначе он не удержит ситуацию а когда умирает родные и близкие задыхаются вот как я видел ролики в интернете как бедная женщина щиты записывала ролик и говорит им я больницу не попала мне тяжко никто там не хочет мне помогать она через два дня умирает это конечно страшно смотреть из страшно понимать что тринать человек в ростове которые задохнулись кислород когда кончился это вообще мра я просто видел людей которые лежали под кислородом и я слышал как они там стонали бедные были это конечно врагу не пожелаешь ну вот ситуация тяжелая но я бы тоже видит размеров нашей одной стороны не сужал она немножко расширить проблему она по всему миру в принципе есть и тут же вечный вопрос нам надо думать о россии о народе россии за американский народ пускай американские власти думать за французов пускай этот макрон думает за поляков пускай польская власть то есть вам сложилось впечатление что они только там россиян решили траву ну понимаешь только россиян нет-нет травят весь мир и травят стариков по всему миру я лично считаю что вот эта фигня ковид-19 это самое настоящее генное оружие которое бьет действительно плюс 65 все там шансов уже у старших наших отцов там стариков дедов у них минимальные шансы выжить только по одной той причине что они действительно жизненный ресурс свой выработали или минут остались там остатки а ковид просто реально их убивают ковид крадет как минимум 10 лет жизни я же тебе говорю я вышел из больницы мне люди знакомые друзья товарищи которые видели блин макс ты постарел реально лет на 10 ну да и сильно на истоки вытягивает эта фигня блин долгий процесс восстановления же идет после этого насколько я знаю легкий восстанавливать и самое главное что в любой момент можно опять отхватить не в мане просто переболел не в мане то уже второй третий путь будет я с коллегой встречался просто со своим давно работал увидел горячок а вид он говорит да нет не в мане я говорю ну то же самое ковид и пневмония этого в нынешних ситуациях одно и то же он говорит и прикинь это четвертый раз за два года мне четыре раза уже пневмония а я же понимаю что такое далекие это чё воздух это насыщение кислородом крови блин это все взаимосвязано легкие это самое основное так что друзья без кислорода берегите здоровье оно вам еще пригодится все это наложится на великие проблемы не будем обсуждать уже все эти выборы которые все что одно на другое наложится поэтому эти времена сложные турбулентности и к вы времена они пришли они с к видом вот пришли все это пошла волна потом как алан правильно говорит будет вторая волна не к вида не обязательно к вида но экономический кризис тоже то есть падение рубля нехватка продовольствия большой дефицит лекарств как мы сейчас на наблюдах а то может быть третья волна горячая фаза как там с южных границ пойдет вам тут турки на кавказ либо с грузии либо с молдавии либо с украины потом возникнет может четвертая волна бля пятая волна но мы уже вошли в пиковое время все как мы с аланом полтора года назад помнишь начинали нашу рубрику пиковое время как действительно я люблю это называть что люди готовьтесь и полтора года мы стал били с тобой долбили через эти стримы готовьтесь надо объединяться надо помогать друг другу надо вдумать надо прогнозировать надо моделировать и полтора года нас так как только не называли паникерами там троллями фсбшными агентами еще когда фигня и по итогу получается так как мы с тобой говорили но мы исходили из логики происходящего а логика происходящего у нас одна сегодня действительно старый мир все он рушится ребята он на глазах сыпется это все для бык но обычных людей это как бы не видно но вот эти все события которые происходят вокруг нас они указывают только на это что мы вошли действительно внуку такую такую фазу действительно неопределенность куда нас вынесет это зависит только от нас руки сложим помрем наш да усумеем объединиться сумеем активизироваться конечно у нас будет шанс прорвать вот эту всю паутину липку блин все зависит только от нас взаимовыручка нам поможет вопросов отвечу несколько раз спросили про жака фреску ныне покойного он хорошую какую наш образ будущего хорош нарисовал но как знаешь как в анекдоте съесть бы он съел да кто же ему даст как его прекрасную приказку воплотить в жизни об этом главное не рассказал понимаете и где эти люди которые это будут воплощать ведь там вот тоже люди пишут социализм не придется социализм сам не приходит его приносят понимаете через как сказать через кровь смерти и все остальное вспомните гражданскую перед испытания тяжкие тяжелые кто не знает почитайте павла корчагина павла островского как закалялась так про павла корчагина и вы просто поймете все каким трудом потом и кровью эти завоевания нами были получены нам-то на халяву досталось просто от дедушек и мы построили и вот современные граждане не хотят социализма при этом не хотят напрягаться любые вот такие социальные изменения там любое прекрасное будущее оно строится руками конкретных людей которые вложат свою жизнь проекта до социализма а этого дела вот проблема в том что этого делать все хотят ставить лайки в интернете там морально поддерживать а вы давайте ребята там газуете построить нам социализм у нас опять была карман сахарова 20 так не будет это либо все общество будет впрягаться и через кровь через эти трансформации через изменение что-то горнило пройдет и выстроить а другого толстого хождение по мукам хорошая праздник на всю жизнь я запомнил в муках рождался новый мир говорил там вот все россия пропала пропал в дискуссии там сапожков был еще один а другой ему говорит нет это говорит в муках рождается новый мир вот в муках родился может только новый мир то есть муки начались родиться ли в них новый мир это вот от нас зависит вот мы с Максом сколько призываем на как-то объединяться вместе что-то делать работать никто не хочет я понимаю все поблочены своими бытовыми проблемами у нас тоже эти бытовые проблемы у всех есть но проблемы надвигающие на нас настолько глобальные что с этими мелкими бытовыми проблемами всех просто передавят даже дожилить до того что вот кредиты берут чтобы убить лекарства от этого коронавируса кредиты берут это значит о чем говорить что нету доходов у человека б то что у нее нету родственников у кого-то может поддержать не цель и некому занять банки кредит берет это в оседии представляете где у нас еще традиционное общество очень такое плотно думать как это помогает а где-то в россии которые даже двоюродными братьями не общаются и как и вот построение социализма это чисто коллективное мероприятие когда один за всех и все за одного и все сообщают действуют вот этого нет но я думаю фантазировать про социализм может быть ну вот макруса несколько вот пишут вот да там коммунистом нужен социализм нужен а вот вы конкретно что за это готовы вы готовы умереть себя спросить вот вы лично готовы и таких как вы все будут вынуждены алан вот сейчас придет вот буквально в скором времени в очень скором времени придет такой момент когда будет стоять выбор либо ты умрешь либо ты выживешь да вот вот в чем проблема внутренняя мобилизация хотя бы должна быть в голове вот в нагорный карабах эта история уже пришла еще полгода мы с Максом обсуждали что будут перегрузки Иисус Ланом Блий вы можете эти все видео посмотреть на моих каналах и везде эти же армянские товарищи над нами спеялись да что мы да кто посмеет это никогда в жизни все у нас хорошо Америка не даст они говорили и Франция не даст они на нашей стороне вот так они говорили а сейчас еще Пашиняну дали блин по губам вот пожалуйста броня крепкая танки наши быстрые кричали мне эти сейчас они кровью убываются и никто не хочет туда власть никто не хочет пройти ну вот никому не интересно большим странам и все и маленький народ отдали на растерзание вот результат понимаете для дальновидной политики росло ухи вот у нас такая же росло ухо в Южной Осетии точно такая же да и нет понимания не только в Азии по России ракеты ядерные там арматы дисарматы по телевизору булава вот сейчас на секунду представьте что сейчас происходит боевое применение бактериологического оружия просто представьте это мои фантазии больные просто представьте приходит боевое применение бактериологического оружия вы стрелять по ком должны вот куда вот куда надо стрелять ракеты булава у вас тут потери среди мирного населения не боевые потери да ну сколько десятки сотен тысяч людей будет за год 500 тысяч Аллан по году говорят потери будут 500 тысяч полмиллиона вот такой крупный город один большой город как вот не Кавказ и в кого стрелять ракеты булава вот в кого понимаете в кого ракеты булава в современном мире это все равно что я не знаю конной армии товарища Буденова ну красиво шашки а с кем воевает война другая это знаешь Аллан это как в Нагорном Карабахе те же армяне стреляют с орудия ну просто они сделали ставку на артиллерию а их сверху дронами гасятся страшная пролетарская ненависть они же не могут с орудиями новые современные виды боевых действий да вот друзья которые еще в Донецке поучаствовали и в Сирии уже поучаствовали в Донецке еще захватили когда маленький подлетал такой трон под раковку и уйти гранату могло туда что-то смешно было технологии только начинались осваиваться в Сирии уже обкатали ну и сейчас господство в воздухе там беспилотная авиация радиоуправляемые самолетики шлёпай и шлёпай за бесконечность вот вот Армения да они копейки стоят конечно на китайских чипах делаешь их шлёпай ну как бы народ не задумывается что все это только начало всей этой истории и каждый думает что его лично пронесет не пронесет не пронесет это вот с ковидом да с ковидом я тоже думал кого угодно но меня не тронет ребята тронуло момент а меня тёщу отца и мать и у всех двухсторонняя пневмония и до сих пор последствия у каждого из нас у четверых то есть оно прошло уже больше двух месяцев а у каждого это фигня блин последствия блин ещё идут то есть ну оно не пронесет Алан правильно говорит во-первых переболеют все я так думаю потому что тут без вариантов и во-вторых конечно возможно вторая волна вот этой всей батвы ковид-20 ковид-21 но я всё-таки думаю что будет горячая фаза войны и она начнётся как раз как Алан в своё время говорил с Нагорного Карабаха и туда южнее Иран, Америка вот там и будет завязка да там будет к сожалению ну там понимаешь прежде чем воевать с Ираном американцам нужно решить вопрос с Россией понимаешь они не могут сначала с Россией вопрос решить вообще-то глобальная война с Китаем в конечном итоге уже и китайцы там она будет но с Китаем воевать не где где театр военных действий в Иране либо в Восточной Сибири у нас ну просто для того чтобы войну понимать уже географию в голове держать как расположены страны и всё прочее вот им надо Иран отрезать энергоресурсов да и вот от России серьёзно вот это вот два театра идут им надо Россию решить и вот Иран тоже ну а чё ну мы же видим в Белоруссии что происходит мы же это видим вот он уже Лукашенко был вынужден вашего осетина убрать это для чего он сделал всё он пошёл на уступки с кем он пошёл суть не важна он уже слил своего близкого человека да то есть это будет капитуляция он уже пошёл на уступки толпе это большая ошибка Валабахера показался но это сейчас везде будет и поэтому друзья к этой внутренней мобилизации надо руководствами достучаться сколько я пытался общаться с нашим руководством осенний северной и южной как бы они живут в своём мире у них своя картина мира там они очень богатые все люди понимаешь мечтающие миллионеров стать миллиардерами им просто вопрос да ёёё вы как эти деньги будете сохранять как вот вы их там куда-то там вывозите я не знаю даже попасть не можете граница закрыть куда вот куда начнётся вот эти перегрузки ну и что народ они начнутся однозначно в ближайшее время уже в России перегрузки потому что всё один на одной наложится и опять же люди добрые я к чему говорю и Алан всегда говорит что у нас выход только один действительно это объединение и в рамках сетевой партии если вы пока сидите в социальных сетях есть возможность вы конечно начинайте объединяться с нами без нас нам не важно создавайте свои группы создавайте свои движения но мы в рамках сетевой партии с Аланом с нашими друзьями конечно объединяем большой класс людей таких как мы которые думают как мы которые понимают что будет и которые знают что надо будет делать действительно в тот момент когда появятся уже настоящие три груза потому что нужно таким элементом вот друзья вот Макс уже говорил полтора года взаимопомощь нужна будет вот Макс заболел он как-то клич бросил ему там по пятьсот по тысячу рублей скинули он смог вылечиться да там и вот тут даже элементарная такая взаимопомощь тоже не говорит о том чтоб там я не знаю с автоматом бегать в составе одного подразделения но и ничего в жизни исключить нельзя но хотя бы даже элементарно информация обмениваться там как-то деньгами другу помогать еще чем-то помогать потому что надеется да можно всем всем угодно сейчас люди пошли ну действительно будут самоограничения всеми кормить надо будет понимаете элементарно какие-то бизнес-проекты мы там живем с Соланом на Кавказе у кого-то есть возможность в Красноярском крае что-то замутить ну законом путем мы через интернет можем любые какие-то моменты сделать абсолютно взаимовыгодно и это может сделать каждый из нас в рамках проекта сетевая партия мы не говорим что мы сейчас пойдем на баррикады блин что-то делать не мы законопослушные граждане но мы с Соланом знаем что придет пиковое время а до власти до нашей не достучаться поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих да мы с Соланом мы с нашими товарищами подготавливаем страховочный пояс для каждого из нас понимаете как это было в 1917 году когда вот эти либералы свергли царя Николая второго и что дальше и страна начала расползаться как дырявое одеяло трухлявое и только коммунисты смогли там 2000 человек было активно и они сумели объединить стабилизировать ситуацию на 70 лет дать офигенные стартовые позиции страны то же самое попытаемся мы сделать что мы-то уже пожили но у нас есть дети у нас есть какая-то ответственность перед нашими стариками мы их должны защищать и для этого в рамках сетевой партии мы пока это пытаемся сделать в социальных сетях а для чего в коммуникации вот там просто спрашивают в фейсбуке не в фейсбуке там и в инстаграме и вконтакте во всех одноклассниках на всех соцсетях есть площадки у нас сетевая партия почему почему везде потому что где-то отключат что-то оставят в том случае все не отключат а что-то оставят в самом плохом случае в одноклассниках или вконтакте у нас в России работают даже если все остальные отрубят ютубы инстаграмы фейсбуки и прочее хотя я это не очень верю Возглавляйте представительца сами в одноклассниках в фейсбуке вконтакте мы мы не против чем больше людей будет мы не претендуем там на какие-то руководящие позиции упаси господь кто считает себя в силах провести самостоятельную политику в рамках опять же сетевого партия проводить ее ну только надо нам знакомиться чтобы мы понимали там это нормальные люди наши которые стоят на нашей позиции или это те люди которые какие-то меркантильных вымыслах хотят воспользоваться как бы социальными сетями все ну а так если нормальные люди давайте заходите сами создавайте платформы сетевого партия представительства везде в Красноярске в Ульяновске в Москве в Питере где угодно только знакомимся а вы там делайте как вам совесть подсказывает мы конечно будем всячески помогать советами информационными какими-то волнами опять же публичными какими-то акциями в социальных сетях через стримы но это надо будет делать и как правильно Алан говорит даже элементарно если у кого-то будут тяжелые ситуации опять же с лекарствами при болезни опять же этой короны проклятой элементарно можно собрать помощь как мне помогли люди а вы мне действительно помогли мне и моей семьи и это действительно мне помогло выйти с наименьшими потерями так же будет и у вас только взаимовыручка и взаимопомощь да и когда мы наберем силу а мы эту силу наберем мы конечно сделаем уже полноценную политическую партию не всяких сомнений а кому верить сейчас Единая Россия коммунистам КПРФ Зюганов справедливо они за 30 лет нам ничего толкового не показали ну а интересы наши мы должны уже получается сами отстаивать это делать на платформе сетевой партии в социальных сетях ну просто единственное которое действительно все это раскручиваем в социальных сетях уже не первый год да все вы позицию знаете все вы нас знаете у нас конечно есть свои как бы фанаты есть свои неприятия но в целом все понимают что пришла пора что-то делать а делать надо одно объединяться все да у нас лидеров нету мы все лидеры и все зависит как бы от нас от нас макс завершать уже нужно давай тогда ноти тогда и завершим что объединяться нужно друзья нужно другу помогать на государство надеяться не стоит но поможет поможет но надеяться на себя в первую очередь да больше шансов потому что наступают смутные и не шутите с здоровьем даже если у вас придет в легкой форме как это у меня проходит то нет гарантии что у ваших родственников там старших там еще у кого с кем вы общаетесь не будет каких-то осложнений там или еще чего-то просто немножко ответственность нужно быть сдать там кровь не так сложно а там все сразу покажут 10 тела может быть переболели для себя по крайней мере вы знаете да опять же никому ни на что не пропагандируют как вот мне там заметили это просто мне кажется ответственность да в первую очередь перед собой спасибо большое не болейте и только вместе мы победим всем удачи пока вам